У нас слушают очень много и начинающих врачей, которые работают, являются врачами первичного звена. Очень много вопросов, и до формирования доклада были вопросы эти заданы. Я всегда с ними общаюсь для того, чтобы понять, что конкретно необходимо было бы еще раз обсудить, поскольку эта тема очень важная, очень интересная. По заболеваемости и смертности, как видите, мы уже не один раз возвращаемся к этому моменту, что заболеваемость и смертность не на очень высоком уровне. От рака щитаидной железы очень мало людей умирает. Чаще болеют женщины, чем мужчины. И хотелось бы сказать о том, что появляется, выявляется чаще заболеваемость, повышается у пациентов рака щитаидной железы. И связано это больше несколькой эпидобстановкой или какими-то условиями жизни людей. В большей степени, наверное, это все-таки связано с тем, что мы развиваемся. У нас техника идет очень высоко и впереди. Поэтому возможность определения и возможность выявления рака щитовидной железы у нас, конечно, на очень высоком уровне в мире. Поэтому и заболеваемость растет. Очень интересное сообщение Анна Сергеевна сделала по поводу классификации гистологических форм обколе. Но мне хотелось бы также остановиться о том, что действительно есть очень важные формы. Я не градирую их на очень мелкие, о которых говорила Анна Сергеевна. Но эта группа, которая сегодня будет обсуждена, это дифференцированный рак щитаидной железы, папиллярный и фолликулярный. Как видите, в большей степени представлены именно этими раками. Мы опираемся, конечно, на клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации. И хотелось бы сказать о том, что мы на сегодняшний день руководствуемся ими. И, в общем-то, все рекомендации, которые представлены, мы обязательно их исполняем. Есть рекомендации, которые также очень важны, на которые мы опираемся. Это НССИЭН и Американская Тереологическая Ассоциация, которая представляет свои данные. Мы опираемся на эти данные и также руководствуемся в сложных случаях обязательно на эти рекомендации с учетом данных наших коллег. Эта проблема, она очень важная. И, как видите, онкологическая проблема, она в центре. Поскольку пациент к нам поступает часто с цитологическим исследованием, как фолликулярная опухоль, мы видим, что этот пациент потенциально похож, что, скорее всего, это будет рак щитовидной железы. В этом нам помогают УЗИ-специалисты, и мы видим, что действительно в большей степени склоняемся в онкологическую сторону. Но поступает пациент, у которого есть цитологический ответ, это БТСД-4, фолликулярная опухоль. Да, действительно, это сложно определить, что это такое. Это рак щитовидной железы, либо это фолликулярная динома. Очень сложно. Мы пытаемся это понять, и, как видите, вокруг этого пациента движется очень большое количество специалистов, которые помогают нам в этой системе. Много сказала Екатерина Викторовна о системе ТЕРАЦ, но и хотела бы сказать о том, что мы выполняем МРТ не всем пациентам, но в большей степени тем пациентам, у которых есть подозрения на инвазию, на распространенность процесса боли, чем щитовидная железа, для того, чтобы мы могли градировать. И мы неоднократно уже убедились в том, что МРТ, сделанное пациентом не по собственной инициативе, иногда порой определяет и выявляет неожиданные ситуации, неожиданные моменты, поскольку мы занимаемся не только щитовидной железой, а опухолями головы и шеи в целом. Мы выявляем у пациентов, помимо рака щитовидной железы, в настоящий момент можем выявить какое-то другое заболевание. Поэтому в качестве скрининга, конечно, мы не рекомендуем всем подряд, но МРТ, мягкие ткани шеи очень часто пациенты наши делают. Раннее выявление, как мы знаем, не оказывает прогноз на общую безрецидивную выживаемость больных. Это известно, поскольку размер опухоли очень небольшой, и есть целое направление, которое возглавляют наши коллеги, специалисты, онкологи и пациентов с минимальными раками, не оперируют, эти пациенты знают о своем диагнозе, но не подвергаются хирургическому воздействию, а находятся в наблюдении. Но основная, конечно, роль УЗИ – это уточнение, уточнение процесса, и в этом случае, конечно, УЗИ-специалисты и цитологическое исследование имеют очень большое значение. Я позволила себе все-таки показать о том, как мы понимаем хирурги категории Тайратс, и для нас этого достаточно для того, чтобы понять, что мы можем иметь в виду при заключении УЗИ-специалиста Тайратс-4 и Тайратс-5. Количество признаков, о которых говорила Екатерина Викторовна, оно, конечно, огромное количество. Я даже не смею влезать в эту сферу, поскольку это не моя сфера деятельности. Но хотелось бы сказать, что даже не для специалиста УЗИ-диагностики, понятно, при таких картинках мы можем определить вероятность того, что это может быть раком щитаидной железы или не может быть раком. На что мы опираемся, о чем говорил предыдущий докладчик, о том, что это размеры узла, это эхогенность, это распространенность, инвазия есть или нет. Мы видим прекрасно трахею и видим распространенность в отношении капсулы. Эти моменты, которые действительно должны учитываться, и профессионалам, УЗИ-специалистам это учитывается, для нас это является определяющим в дальнейшем для необходимости выполнения той или иной манипуляции с этим пациентом. То, о чем говорила коллега и как раз таки задавала вопрос, хочу сказать, что мы обязательно этих пациентов с цитологами обсуждаем. Категория классификации Бетезда, если мы видим, что цитологически мы получаем препарат, и это Бетезда 1, 2 по данным УЗИ, мы видим, что все-таки есть кальцинаты, что есть склонность УЗИ-специалиста к тому, что это все-таки рак щитовидной железы. Естественно, мы повторяем цитологическое исследование, значит, интервенционные хирурги у нас взяли забор материала, произошел, может быть, недостаточно полно, хотя это все делается под контролем УЗИ, не всегда можно получить материал, это действительно целая наука, но вот у нас очень профессионально подготовленные специалисты интервенционной хирургии, и достаточно полный бывает обычный материал. Поэтому мы очень тесно работаем в этой дружной команде и, естественно, опираемся на классификацию Бетезда. Что является классическим подходом в лечении пациентов с дифференцированным раком щитовидной железы? Ну, естественно, мы видим первичного пациента, у которого установлен рак щитовидной железы, и пациенту предлагается хирургическое вмешательство. Объем операции определяется относительно распространенности процесса, ну и по показаниям необходимости выполнения лечения радиоактивным йодом. В основе всего лежит, конечно же, гормоносупрессивная терапия у пациентов с дифференцированной раком щитовидной железы. Мы проводим это лечение в последующем. И, как видите, распределение этих пациентов, либо рецидив болезни, либо метастазирование относительно этого, мы определяем дальнейшую тактику. Что мы хотелось бы сказать о том, что у нас в арсенале лечения этих пациентов? У нас остается, опять же, лучевая терапия дистанционная. Во многих моментах этот этап мы используем и в качестве противоболеотерапии. И, в общем-то, об этом можно рассказать многое. И оставим это для наших радиологов. Ну и радиотерапия, о которой сегодня нам расскажет город Архангельск, очень тщательно подготовился к этому тоже выступлению. Ну и таргетная терапия, о которой мы тоже немножко поговорим, поскольку у нас сейчас появилось достаточное количество пациентов, у которых имеется отсутствие ответа на лечение радиоактивным йодом. Что на самом деле это для нас очень большая проблема была до момента появления таргетной терапии. Мы, конечно, определяем пациентам, стараемся определять брав мутацию, поскольку здесь, конечно же, от наличия брав мутация, о чем говорила сегодня Анна Сергеевна очень подробно, и о мутациях другого класса. Но, в общем-то, именно в этом мы стараемся определять у наших пациентов, потому что зависит прогноз. Ну и в целом не могу не сказать как хирург о том, что мы, в общем-то, стараемся выполнить полный объем, постараться выполнить объем один раз и правильно, выполнить хирургическое вмешательство в объеме лимфоденектомии не той, которая, вот мы видим, бывает так, что пациенты приходят к нам и видим, что удалена только вторая группа узлов, или только четвертая группа, или только пятая группа, или пишется, например, лимфоденектомия присколенная, или надключичная в большей степени пишется, даже не присколенная. На самом деле это неправильное отношение к делу, поскольку здесь мы видим то, что наличие и метастазирования, и лимфоток, это очень большое, на самом деле, направление, нужно это понимать, для того, чтобы понимать, почему это выполняется. Когда выполняются какие-то кускования фрагментов жировой клетчатки с лимфоузлами, то в дальнейшем, к сожалению, мы видим прогрессию, и видим прогрессию по лимфатическим узлам. Конечно, не хотелось бы этого видеть, но на самом деле бывает ситуация, когда все-таки циторедуктивный эффект и циторедуктивное вмешательство у пациентов с дифференцированной раковичной железы имеет очень большое значение в лечении и планировании этих пациентов. Хотелось бы сказать о том, что хирургическая составляющая здесь имеет очень большое значение, и, как видите, мы опираемся именно на классификацию, в которой мы определяем лимфатические узлы по группам, и это обязательным является, что является стандартным объемом операции, это либо тиреодектомия, либо гемитиреодектомия, и, в общем-то, зависит от того, какая форма рака, зависит от размера опухоли. Как видите, дифференцированный фолликулярный рак, о чем мы сегодня говорим, объем операции может быть позволительнее, как гемитиреодектомия, тиреодектомия и притрахиальной фаденектомия. Мы опираемся на клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации, соответственно, им, конечно же, определяем лечение дальнейшее этих пациентов. Если говорить о гемитиреодектомии, мы рекомендуем пациентов с папиллярным раком щитовидной железы, группы низкого риска, и, как видите, представлены на слайде, пациенты, у которых без семейного анамнеза, облучения и прочее, можно позволительно выполнять удаление одной доли. Тиреодектомия выполняется при рекомендации, представленных на слайде, и, как видите, в дальнейшем эти пациенты должны быть подвергнуты, соответственно, лечению с учетом гистологических находок. Гюрдлоклеточный рак. Действительно, очень рак, непростая форма рака, и можно сказать, что, на самом деле, частота возникновения данной формы, она неизвестна и не полностью она изучена. Чаще всего, конечно, болеют мужчины. Больше 50 лет пациентам, чаще всего, ну и низкое выживание сравнение с дифференцированным раком щитовидной железы. То, о чем говорила, это лечение и циторедуктивный объем операции, который выполняется, он всегда имеет очень большое значение, поскольку в дальнейшем лечение радиотерапии, либо это лечение с рафинимом или лимонатинибом, это лечение, которое все-таки позволительно в дальнейшем получить больше эффект, чем то, что мы можем на сегодняшний день видеть. Тактика введения. Введение может быть и, конечно, может быть, в случае местного рецидива, региональных рецидивов, повторно хирургическое вмешательство предлагается пациентам. Ну, при наличии радиотрезистентности, естественно, таргетная терапия мультикиназными гибиторами. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что мы обязательно опираемся на онкомаркеры, о которых мы говорим, которые представлены на слайде, и необходимости резистентности, она определяется обязательно, когда выполняется полноценное и адекватное лечение радиоактивным йодом, и только в этом случае мы можем определить радиотрезистентность и назначение препарата в линватине сарафинию. Основная цель лечения радиоактивным йодом, я могу больше не останавливаться, поскольку у нас Лариса Рапова расскажет об этом достаточно подробно, но и наблюдение. Наблюдение, о котором мы говорим, это онкомаркеры. Необходимо обязательно уровень стимулирования тириоглобулина, нарастание антитерии. То есть мы должны обязательно контролировать гормоны для того, чтобы понимать, имеется у нас или не имеется у нас прогрессирование. С учетом рисков возникновения рецидива, то есть есть низкие промежуточные и высокие, определяется наблюдение пациента, как видите, представлено на слайде, определение резистентности мы назначаем дополнительное исследование, и, соответственно, пациент обязательно должен находиться под наблюдением. Критериями резистентности, как мы уже на самом деле определяем и знаем, это наличие одного и более очага, который не накапливает радиоактивный йод, и должна быть обязательно проведена адекватная радиотерапия. Прогрессирование может быть меньше, чем 12 месяцев после проведения, ну и отсутствие регрессии очагов, когда действительно была уже проведена лечебная доза радиоактивного йода. Что мы можем предложить? На самом деле небольшой арсенал предложений по лечению высокодифференцированного рака радиотрезистентного. На сегодняшний день у нас остаются сейчас это два препарата, линвотиниб, серафиниб, которые действительно для нас являются очень важными для лечения этих пациентов. Как видите, клинические рекоменданты СИЗН, которые представлены на слайде при лечении дифференцированного рака щитовидной железы, качество предпочтительного, конечно, метода является назначение линвотиниб, и, как видите, решение принимается для каждого пациента индивидуально, но и с учетом его сопутствующей патологии и прочего. Что хотелось бы сказать о линвотинибе? Этот препарат, который обладает и предупреждает развитие резистентности к антиангиогенным препаратам. Он имеет возможность воздействовать через рецепторы, и, как видите, контроль роста опухоли определяет этот препарат. На данном слайде представлен пациент, у которого проведение лечения в течение трех месяцев препаратом линвотиниб, вы видите, действительно получен эффект, у пациента поражение множественное легких, и мы получаем вот такой вот эффект от проведения препаратом. Это имеет очень большое значение, на самом деле, на сегодняшний день у этих пациентов, которые не подвергаются лечению радиоактивным йодом. Выживаемость без прогрессирования у этих пациентов составила полтора года на фоне лечения линвотиниб. Это действительно очень много. И выживаемость без прогрессирования на терапии в сравнении с линвотинибом. Если мы сравниваем два исследования, Decision и Select, как видите, при сарафинибе 10 месяцев, это тоже достаточно хороший промежуток времени, и линвотиниб 18,3. И частота объективного ответа на терапию. Мы сравниваем два, опять же, исследования, которые были внедрены, и эти пациенты прослежены. При лечении с сарафинибом использовался этот препарат у пациентов на 196 пациентах, и линвотиниб 261. При сравнении, как видите, частота ответа у пациентов на сарафинибе составила 24, а при линвотинибе 165. И, как видите, полных ответов, что очень важно, состояло практически 1,5%, 4 пациента. Ну и уменьшение опухолевых очагов, отмеченного 64% пациентов, получавших линвотиниб. Как видите, мы получили в результате лечения этих пациентов у этой группы частоту объективного ответа 60,2%. Полный ответ был получен практически 2% пациентов. Частичный ответ был получен в 58%, но и стабилизация в 30% случаев. Медиана длительности ответа составила 30 месяцев. То, о чем мы сегодня еще поговорим, и следующие докладчики представят, это гипертензия, о которой мы хотим поговорить. Это нежелательное явление, которое мы видим, к сожалению, у пациентов при лечении линвотиниба. Почему это очень важно? Чтобы не снять препарат и не снять пациента с лечения, при дальнейшем назначении можно выполнить коррекцию доз. И, как видите, при сравнении двух исследований, мы видим, что профиль токсичности представлен на слайде. И, как видите, здесь действительно на первом месте это гипертензия при лечении линвотинибом, о чем мы сегодня будем говорить, снижение массы тела и протеинурия. Ну и в лечении сарафинибом ладоноподошность составляет 3-4 степень, 20,3. И также повышение артериального давления, которое в меньшей степени, чем при сарафинибе. Хотелось бы сказать о том, что мы сейчас будем говорить об этом именно по той причине, что некоторым пациентам отменяют препарат именно потому, что неуправляемая гипертензия. Вот мы попросили Ксению Андреевну, она сегодня нам расскажет о том, как производить коррекцию эту, и для того, чтобы мы могли этих пациентов оставить на данном лечении. Хотелось бы сказать, что на самом деле очень важная тема, и появление таргетных препаратов – это очень хорошая опция для наших пациентов, поскольку раньше этого не было. Лечение существенно увеличивает и этим препаратам, и медиану выживаемости, и ответ. И, как видели, что полный ответ был получен у нескольких пациентов. Ну, а нежелательные явления, я думаю, что мы, если изначально проводить и планировать пациента на это лечение, это можно корректировать достаточно просто при помощи каких-то препаратов и обязательно иметь у себя в команде такую вот команду специалистов, которые могут помогать, и обязательно кардиолог. Большое спасибо за внимание.